Международный фестиваль Белая Вежа проходит в Бресте в 28-й раз и уже успел стать культурным брендом Первого региона, праздником театрального искусства, которое собирает вокруг себя творческих людей, влюбленных в театр и сцену. С каждым годом Белая Вежа расширяет свои горизонты, привлекая все больше талантов из Беларуси и из-за рубежа. И сегодня можно гордиться тем, что этот форум стал площадкой для диалога между культурами, где пересекаются различные идеи, мнения, творческие подходы. Белая Вежа – это визитная карточка города Бреста. Наверное, подтверждение тому, что фестиваль прижился, он имеет своих почитателей, имеет, наверное, в том числе и постоянных участников. Это лишь подтверждение того фундамента, той основы идеи, ради которой мы все живем. Это, в первую очередь, показать безграничие искусства, культуры и подтверждение тому наличие большого количества участников, в том числе из разных уголков мира. И, наверное, вот этот интерес к искусству, культуре, любви, терпению у брещан как ни у кого имеет смысл, потому что все эти тяготы жизни, несмотря на то, что приходилось на историческое прошлое нашего города, оно неумолимо накладывает отпечаток, верить в самое лучшее. И подтверждение – это театральное искусство, где, несмотря на разные жанры, которые будут представлены, в том числе на площадках наших театров на этой неделе, говорит о том, что мы умеем сопереживать, радоваться, мы умеем смеяться, работать. И, конечно же, находить в этом смысл жизни, потому что это есть искусство. С момента старта первого театрального фестиваля за более чем 25-летнюю историю культурного форума в нем приняли участие коллективы 550 театров из 50 стран мира. Было показано более 700 спектаклей для 300 тысяч зрителей. И без сюрпризов не обходится абсолютно каждый фестиваль. Сегодня мы открываем 28-й международный театральный фестиваль «Белая вежа-2024». В этом году принимают участие 7 стран. Будут на Брестской сцене показаны 22 оригинальных спектакля. И если посмотреть сначала создание нашего театрального фестиваля «Белая вежа», который с каждым годом становится традиционным и набирает обороты, приятно то, что вот этих 7 стран, которые сегодня непосредственно участвуют в нашем театральном фестивале, приехали к нам, в том числе и издание, вы, наверное, заметили, на самом деле очень приятно. То, что с нами Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и ряд других стран, это они уже регулярные нашей площадки, Брестской площадки нашего театра. А то, что издание прибыли, это особое, конечно, для нас знаково. Это говорит о том, что на самом деле у нас очень хорошие организаторские определенные моменты, потому что здесь поработали все, и организаторы, и непосредственно работники нашего театра. В этот раз 28-я «Белая вежа» порадует комедией, драмой, мелодрамой, экспериментальными и музыкальными постановками, спектаклями театра «Кукол». Афиша наша насыщена классическими произведениями, именно поставленными как в современном постановках, так и в нестандартных новых интерпретациях. Мы внесли такую идею, чтобы была представлена именно классическая драматургия, именно постановки по русской классике. Для нашей молодежи, для наших всех зрителей, конечно, нужно и не стоит забывать нашу классику, и ходить на наши спектакли, осваивать что-то новое, брать для себя, вдохновляться и развиваться, тем самым идти вперед. Молодежь – это наше будущее. И, конечно, максимальный уклон мы брали для того, чтобы просветить и обогатить наших брещан именно русской классикой. После официальной церемонии открытия фестиваля зрителей порадовала постановка «Хозяев форума». Брестский академический театр драмы представил свою версию спектакля «Отцы и дети». Конфликт поколений актуален во все времена. Когда все наше общество лопается из-за нехватки честных людях, когда эта свобода вряд ли пойдет нам в рог, потому что мужик наш рад самого себя обмануть, лишь бы напиться дурманом в законе. И мы во всем этом убедились и решили сами, что они ни за что серьезное не приниматься. И решили ни за что серьезное не приниматься. А только ругаться. Да, только ругаться. И это называется нигилизмом. И это называется нигилизмом. Дети смотрят на своих отцов с ироничной улыбкой. Отцы с возмущением отвергают новаторские идеи своих чад, разрушающих их священные принципы. Но есть ли в этом противостояние единства и правая сторона? В свое время классику очень хорошо перелопачивали, осовременивали. Тем более наша инсценировка не является исключением, хотя она больше тяготит к самому классическому произведению, но форма сделана такая более современная. Тем более вот это, вот то, что на мне. Это не моя прихоть, это антураж моего костюма. Вот это как бы, но действие происходит сейчас. Отцы и дети, взаимоотношения персонажей, отцов и детей, поколений разных, они существуют постоянно. У меня были свои отношения с родителями, у меня свои отношения с детьми, у детей отношения со мной, у меня со внуками и так далее, и так далее. Это никуда не денешься, это вечная тема, и она будет постоянная. Режиссер Сергей Щедрин в своей оригинальной интерпретации классического романа приблизил события к современности. Светские вечеринки, философские беседы, но непримиримый спор остается. У нас костюмы, они сделаны художником, они то ли классические, то ли современные. Есть там пару предложений от артистов, в смысле каких-то слов, современных. Криншоу, Википедия. Но у нас нет телефонов, мобильных, нет ничего. То есть тема классическая, она просто, ну музыка современная, музыка трех поколений, 60-х, 90-х и современная. Ну так, чтобы молодежи тоже легче воспринимать данное произведение. Ну же Евгений, если к нам потом вернешься, не знаю, нужно мы к концу заехать, он же здесь недалеко. Да и мать тоже, нужно поддержать стариков. Да, интерпретация произведения в современной подаче весьма необычная, однако от того, насколько внимательно каждый зритель наблюдал за актерами, можно сказать, что между персонажами и зрителями пробежала искра, а самая театральная феерия стартовала с огоньком.